Добрый день, меня зовут Дорожнов Денис. Сегодня я представлю вам доклад на тему сравнительный анализ регистрации перфузии носимым и стационарным устройствами лазерной допливовской флоуметрии. По данным ВОЗ, основной причиной смертности в мире являются сердечно-сосудистые заболевания. Это связано с отсутствием ранней диагностики нарушений микроциркультурного русла. Для выявления таких изменений и нарушений применяется как раз таки метод лазерной допливовской флоуметрии. Лазерная допливовская флоуметрия или же ЛДФ это неинвазивный метод исследований микроциркультурного потока кровотока. Этот метод основан на эффекте доплива, то есть свет, излучаемый лазерным диодом, падает на движущийся объект, протепливает двиг в частоте, пропорционально как раз таки скорости движущегося объекта отражается и фиксируется фотодиодами. Регистрируемый сигнал отображается в виде ЛДФ-граммы, по которой можно оценить такой параметр, как показатель микроциркуляции. Это интегральный параметр, косвенно связанный со скоростью и концентрацией элитроцита в определенном диагностическом объеме. Для оценки функциональных возможностей системы микроциркуляции крови в научных исследованиях принято применять различные функциональные пробы. При окклюзионной пробе рука пережимается с давлением, превышающим систолическое, при этом поступление артериальной крови в руку прекращается. Процесс сопровождается снижением сигнала ЛДФ-граммы, регистрируемый с участков кожи, до так называемого биологического нуля. После снятия окклюзии артериальная кровь устремляется в руку, что сопровождается резком приростной перфузии. Диагностические устройства, реализующие метод ЛДФ, обычно представляют собой стационарные устройства, позволяющие анализировать микроциркуляцию крови и метаболические процессы в области интереса. Научные достижения последних лет позволили разработать портативную реализацию таких мониторов. Целью нашего исследования явилось сравнение двух мониторов лазерной допликовской флоуметрии, нового портативного анализатора и стационарного устройства при проведении окклюзионной пробы. Были проведены экспериментальные исследования с участием условно-здоровых добровольцев. В исследовании приняли участие 8 человек. Добровольец располагался на стуле в положении сидя с руками, расположенными на столе на уровне сердца. Окклюзионная проба осуществлялась последствием пережатия локтевой артерии с использованием манжетного тонометра. При фиксации манжеты на предплечье ее край располагался на 2-3 см выше локтевого сустава. При этом манжета прилегала плотно, но не туго. Носимое устройство располагалось на тыльной стороне предплечья в точке расположения на средине линии в 2-3 см от шиловидного отростка. В пределах 1,5-2 см от носимого устройства располагалось артическое волокно стационарного устройства. Регистрация сигналов проводилась одновременно двумя устройствами и длилась 19 минут. В конце 8-минутного периода регистрации сигналов ЛДФ осуществлялась трехминутная окклюзионная проба, после окончания которой в течение 8 минут регистрировалось восстановление кровотока. На данном слайде представлены основные характеристики сравниваемых устройств. Стоит отметить, что они отличаются в параметрах длины волны на выходе канала ЛДФ и мощности излучения на выходе обоих каналов. Также отличается и способ передачи данных. В процессе проведения исследований анализировались значения параметра резерв капиллярного кровотока РКК, который рассчитывался согласно формуле, представленной на слайде. На данном слайде приведен пример сравнения сигналов ЛДФ, измеренных двумя устройствами. По форме графика можно отметить повторяемость сигнала измеряемого носимого устройства по сравнению с аналогичным сигналом со стационарным устройством. На данном слайде приведено сравнение значения параметра РКК, рассчитанного на основании данных, он слева находится, измеренных носимыми стационарными мониторами ЛДФ. Также можно заметить, что статистически значимые разницы параметров не было обнаружено. Был проведен коллекционный анализ полученных данных в правой части слайда, приведен график линейной аппроксимации данных по пирсену. Была выявлена высокая корреляция параметра, которая составила 0,7. Исходя из всего этого, можно сделать выводы, что настоящая работа представляет собой только первый этап тестирования новых носимых устройств, реализующих метод ЛДФ. Также были продемонстрированы воспроизводимость измерений и высокая корреляция параметра РКК при сравнении носимого и стационарного мониторов. И в дальнейшем для получения более точных результатов необходимо продолжать набор данных. Также хотел бы выразить благодарность всем волонтерам, которые приняли участие в исследованиях. Информация о представляющем авторе указана на слайде. Спасибо за внимание. Продолжение следует...